Уважаемые участники форума «Пчела и человек», наши дорогие гости, хочу вас не просто поприветствовать, а поблагодарить. Вы занимаетесь удивительно благородным и крайне полезным и очень нужным делом. Прежде всего, самым гениальным изобретением и творением Всевышнего является женщина, цветы и пчела. Женщина подарила жизнь всему роду человеческому, цветы порождают новые сходы и растения, а пчела является главным экологом планеты. Вот сегодня она оказалась самым уязвимым существом. Сегодня в нашей стране в три раза меньше пчелосемей, чем было еще совсем недавно. И очень важно принять и законы, и глубоко осмыслить роль и значение удивительного создания, которое умеет работать, которое умеет семейно объединяться и создавать лучшую продукцию. В этой маленькой козявке шесть фабрик. Вдумайтесь только, ничего похожего на планете нет. Она производит удивительный мед, пчелиный лечебный яд, прополис. Она все делает для того, чтобы создать лучший биостимулятор маточное молоко. Нет ни одной парфюмерии без воска и многого другого. Так что мы должны все сделать, чтобы пчеловодство на стране развивалось. А Россия для этого не только приспособлена. У нас все виды медоноса, у нас огромные просторы. У нас в Башкирии самые большие липовые леса в мире. У нас в Центральной России много сеют гречихи. Так что обилие медоносов дает нам возможность получать прекрасные урожаи. И без пчелы, этой удивительной труженицы, получить такие урожаи невозможно. Ни в поле, ни в саду, ни в огороде. Поэтому давайте вместе подумаем, позаботимся, поработаем. А мы, депутаты, ваши друзья и товарищи, все сделаем, чтобы приняты были необходимые законы, защищены и поддержаны пчеловоды. И эта отрасль развивалась успешно. Вам добра и удачи. Вы занимаетесь исключительно важным и нужным делом. В добрый путь! Продолжение следует... Продолжение следует...